РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Приветствуем всех, здравствуйте. Добрый вечер, с вами Катрина Гайсина, Татьяна Гордеева и семейно-спортивный проект «Мама знает всё» вашему вниманию. Причем очередность и первостепенность семьи и спорта обозначены абсолютно правильно. Ну да, мы больше именно про людей, про отношения, про воспитание. Только герои наши спортсмены-футболисты. И программа создана по инициативе Российского Футбольного Союза при поддержке Газпромбанка. Павел Погребняк. Сто процентов уверена, что даже если вы никогда не увлекались футболом, не болели им, всё равно знаете, слышали это имя, эту фамилию. А сегодня мы ещё и получаем допуск к маме Ларисе Владимировне, к её воспоминаниям, самые милые, конечно же, о детстве героя, а также к её оценкам карьеры любимого сына. Ну, в общем, сегодня в программе. Мы жили в коммуналке, маленькая комнатка была, 13,8. Играли, ну, ну как играли? Они не в футбол, они, наверное, знаете, как они навешивали вот на голову, как раз он его и обучал. Вот это, да, у меня летели тогда вазы. Приезжаем на просмотр куда-то, и все вокруг говорят, там не просто, что, да, человек какой-то приехал на просмотр, а именно приехали там братья Погребняка. Конечно, чуть-чуть это давило. Помню, тогда мы с мужем были, у нас были шарфы, я встаю и кричу, это мой сын, это мой сын. Он человек неконфликтный, скромный, но с огромным характером. Такой неуступчивый, никогда не любил проигрывать. Я бы, наверное, больше бы внимания уделяла бы детям, потому что до сих пор меня это гложет, что я не читала им сказки на ночь, что мало времени проводила. Голос Ларисы Владимировны, среди прочих, вы уже услышали, давайте теперь знакомиться ближе. Причем начнем с весьма откровенного заявления. Мама Павла Погребняка о том, как на нее влияет футбол. Ну, это такие нервы, вот девочки некоторые, ой, вот мы на диетах сидим, я говорю, выходите на матчи футбольные, я говорю, мне не нужна диета. Я говорю, столько калорий теряю, что можно булочки есть и все на свете. Вот и сидеешь на этих футболах. Вот я, наверное, футболы вся седая и худая. Ну, тут не без кокетства, конечно, потому как выглядит Лариса Владимировна прекрасно. Но то, что переживаний, стрессов, слез хватает, тут тоже не поспоришь. А ты вот как думаешь, кому больше приходится стрессовать и волноваться? Мамам успешных футболистов, игроков, звезд? Или мамам тех ребят, которые так никуда и не пробились, у которых вообще мало что получилось? Мне кажется, все мамы волнуются. И мамы успешных футболистов, и мамы неуспешных футболистов, и просто мамы. Кстати, для тех, кто не помнит, что получилось у Павла Погребняка, даем небольшую справку. Итак, бронзовый призер чемпионата России в составе «Спартака» 2002 год. Чемпион страны 2007 года, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Все это с «Зенитом». Да, это все командные достижения Погребняка. Есть еще много личных, но о них расскажем чуть позже. Очень хочется слушать именно наших героев, особенно маму. Лариса Владимировна пытается нас убедить, что ее сын – невероятно стеснительный мальчик. Когда был маленький, он очень был кромный, застенчивый. Мы первый раз футбол его отдали на просмотр в ЦСКА, ему было 5,5 лет. И вот мы туда пришли, он вцепился в мою юбку и говорит, все, я туда больше не пойду. И никакими я его не смогла туда потащить. А дальше в 6 лет попробовали его в торпедо отдать. А почему? «Спартак» он набирал в 7 лет детей, а нам было тогда мало. И мы 6 лет его отдали в торпедо. И вот на первую тренировку мы пришли, он плохо ее провел. Он все в поле, как мне тренер, потом вышел и говорит, чей мальчик, который залил мне, все в поле слезали. Ну а потом вот как-то понравилось. А когда уже «Спартак» стал набирать, тогда мы уже его отдали в «Спартак». Уточню, что время действия – самое-самое начало 90-х, а Паша родился в 83-м. И вот стеснительный малыш Павлик Погребняк где-то год прозанимался в торпедо, а потом уже попал в школу «Спартака». Сыграло роль еще то, что торпедовская школа находилась далеко от дома. Работающим родителям было тяжело постоянно туда возить сына, а «Спартак» был территориально поближе. Ну Паша же опять отказывался идти изначально на просмотр. Опять родители его уговаривали. При том, что воспитанный мальчик был именно на «Спартаке». За красно-белых всегда болел отец Виктор Николаевич. Папа вообще большой поклонник футбола, мы о нем еще поговорим отдельно. А сейчас о том, как маленький Погребняк постигал футбольные азы в «Спартаковской школе». Пошел «Спартак» в 7 лет. Сначала, наверное, целый год, а может быть и два, они просто играли, тренировались. А мы все тогда, ой, ну когда же будут игры? Ну нам же все-таки хочется соревнований, да, даже между собой, там, между детишками других клубов. Да, нам всегда все, хочется соревнований. Потом пошли вот эти детские соревнования. Паша забивал, то есть он, ну а будущем вот таком вот мы, конечно, не даже не говорили. А потом был момент, когда Павел же не всегда был таким высоким, он был невысокого роста. И «Спартаке», я помню, целый год, наверное, он у нас сидел в запасе на играх. И тогда мы, ой, я очень сильно переживала. Я думала, боже мой, ну почему же его не выпускают? Вроде бы как, ну, на тренировках забивает, там, да, тренируется, все хорошо. А на играх как? Не выпускают и все. И потом в результате вот тренер нам говорил, мы разговаривали с тренером, а он говорит, вы, говорит, не волнуйтесь, я, говорит, не могу его выпустить. Его просто-напросто сломают, там такие лбы играют. И то есть его просто-напросто берегли. Потом за какой-то год, может быть, за полгода, за лето, он так вырос, он вытянулся. И вот и пошло все. Да, родительские переживания начинаются уже в спортшколах, когда парнишка сидит на скамейке запасных, как вот в случае с Пашей, из-за роста, из-за габаритов. Между прочим, знаешь, что помогло в решении вопроса? Что? Геркулесовая каша. Лариса Владимировна и себя, и сына убедила, что Геркулес творит чудеса и буквально превращает маленьких пацанов в рослых крепких футболистов. В общем, погребняк стал его есть и утром, и вечером. При этом именно Геркулесовую кашу он на отдых не переносил. Ну, надо так надо. Ну, там просто при всех вот этих вот, он стеснительный, он скромный, сила характера была всегда. Как сама мама назвала сына, упрямый трудоголик. Но таких ценят тренеры. Вот мы с Ларисой Владимировной остановились на том, что в итоге, благодаря каше и естественным процессам организма, Паша буквально в одно лето вытянулся, сильно набрал в росте. Но тогда начались другие проблемы, о которых тренер Спартака Алексей Николаевич Леонов. Достаточно техничный игрок был. Физически, в общем-то, довольно неплохо выглядел. Он такой крепенький был. Невысокий, но хорошо сложен, так скажем. С мячом достаточно уверенно обращался в этом возрасте, в общем-то. Да, это бросалось в глаза, конечно. Но у него был момент очень такой сложный в плане физиологии. Он очень быстро вырос. Где-то лет, наверное, в 14 он сразу так здорово вытянулся. И, естественно, проблемы у него немножко начались из-за того, что сил не хватало. Часто бывает в этом возрасте у ребят, которые быстро вырастают. Ну, естественно, где-то пришлось ему немножко посидеть, подождать, пока силы придут. Немножко мы его берегли в этом плане, конечно. Маленький плохо. Быстро вырос тоже сидя на скамейке. Кстати, помимо абсолютной увлеченности футболом, Паша очень любил большой теннис. Но такой дорогой вид спорта родители при всем своем желании не смогли бы обеспечить сыну. А еще до пятого класса Паша занимался в шахматном кружке. В пятом классе он ушел из общеобразовательной школы и перешел в спартаковский интернат, потому что уже сложно было совмещать обычную среднюю школу с постоянными тренировками. С того момента все. И обучение, и спорт соединились в одном месте. Вставал мальчик очень рано, собирался в интернат как на работу, приезжал совсем поздно, сразу ложился спать. Мама Лариса Владимировна, конечно, жалела сына, но папа контролировал ситуацию. У меня муж, он молодец, он в этот момент очень хорошо поддержал. И он говорит, что в любом случае надо отпускаться, чтобы он за твою юбку не держался. Ну, он так считал, что держится. Конечно, нет. Но все равно ты много опекаешь. Для мальчика так нельзя. Все вот уезжают. Он всегда ставил себя, вот я в 12 лет с двумя братьями ездил с пересадкой, там, к сестре в другой город, а ты здесь не можешь отпустить их. Ну, вот благодаря мужу, наверное, мне немножечко полегче стало. А потом я же его отпускала не то, что в никуда, а это все-таки команда, это тренер. Ну, я понимала отлично, что за ним будет присмотр какой-то. Да и сам парень был очень включенным в процесс и в хорошем смысле слова фанатик футбола. Вот сколько мы уже программ сделали с мамами знаменитых игроков, все практически в один голос говорят, что у будущих чемпионов с детства невероятная ответственность перед футболом. Один из показателей – никогда не пропускать тренировку, даже если ты себя плохо чувствуешь, устал, или даже если ты заболел. Погребняк такой же. Ну и, соответственно, результаты поэтому пошли с детства. Были такие открытые тренировки. Мы видели все, как вот дети тренировались, и поэтому мы просто слышали, когда тренер смотрит, как дети играют, и постоянно была фамилия. Как зовут? Павел, Павел там, Погребняк. И, соответственно, он его постоянно в тетрадке отмечал. Было видно то, что ребенок делал какие-то заметные действия, что вот можно было отмечать в тетрадке. Типа, может быть, передача, голы забивал, еще что-то. То есть вот это вот. А, ну и упорство, да. Соответственно, да, у него тогда мяч отобрать было. Это просто проблема. Молодец, корпус ставил и попробовал его отбери. Не, ну любую к футболу, это, наверное, с рождения. А еще, видимо, на всю жизнь. Впрочем, мы об этом поговорим чуть позже, после небольшой паузы. Павел Погребняк. Очень известный российский футболист. Сегодня мы пытаемся узнать его еще больше, поэтому зашли со стороны родных и друзей. Мама знает все. Это проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Мы продолжаем. Я думаю, что многие знают, что Павел Погребняк – счастливый отец большого семейства. У него трое детей, все мальчишки. Артем, Павел Палпалыч и Алексей. Жену Павла Марию, скорее всего, вы тоже знаете, потому как она в масс-медиа человек весьма популярный. Очень мне нравится это совпадение. У Павла три мальчика, и сам он из семьи, в которой, как говорится, было у отца три сына. Павел старший, а младшие братья – двойняшки. Кирилл и Николай. Разница между старшими и младшими довольно большая – 9 лет. Что характерно, когда мальчишки ходили еще в детский сад, папа Погребняков, Виктор Николаевич, говорил, что одного футболиста в семье достаточно. Он пытался огородить младших сыновей от футбола, но из этого мало что получилось. Хотя авторитет и влияние отца в семье непререкаемы. Папа вообще всех сыновей в ежовых рукавицах держал, но с футболом не справился. Пусть расскажет Кирилл Погребняк и про идею отвлечь их с Колей от футбола, и про то, каким примером для них был старший брат Павел. Когда он занимался в спатаке, наверное, мы уже тогда брали с него пример. Увидели, как он постоянно ходит на тренировки, ездили к нему на игры. Хотелось тоже играть, тренироваться, добиваться успехов. Мама в это вообще в основном не влезала. Я бы сказал, отец хотел, чтобы мы стали еще и музыкантами. Вот, то есть мы параллельно занимались футболом и ходили на музыку, играли на баяне с братом. Наверное, отец хотел больше, чтобы мы стали именно музыкантами. Но наша тяга, именно желание перебило, наверное, его желание. В итоге мы пошли по стопам, именно брата, по стопам футбола. Ну, в принципе, все логично. Ведь тот же папа, решивший воплотить идею с баянами, все равно играл с младшими мальчишками в футбол. Правда, мама Лариса Владимировна сейчас признает, что младшие не получили в плане футбола такую же поддержку, как на первом этапе Павел. Мы жили в коммуналке. Маленькая комнатка была 13,8. Играли. Ну, как играли? Они не в футбол. Они, наверное, знаете, как они навешивали на голову. Как раз он его и обучал. Вот это, да, у меня летели тогда вазы. Да, что было, что было. Дом сталинский. Звукоизоляция отличная. Поэтому ни разу никто не приходил. В 92-м ребята родились, а в 94-м году мы получили квартиру. Квартиру довольно-таки большую. На то время 80 квадратов было, на 4-х нам дали. И у нас был там очень длинный коридор. Метров, наверное, 13. Вот там они футболщик уже играли. С двухлетнего возраста. Но с ними особо никто уже не занимался. Потому что года 90-е, очень сложное время было. Я работала, муж работал на двух работах. Я тоже замещала. И, в общем-то, с ребятами, конечно, нам было очень сложно, чтобы потом, в дальнейшем, отдавать их в секцию, например, в спортивную футболу. Может быть, они и хотели этого. И я помню, нам звонили из «Спартака» и предлагали детей на просмотр, чтобы мы привели посмотреть их. Но у нас просто не было возможности такой. Да, наверное, сейчас можно сказать, что мы и жалеем, что так все получилось. Может быть, тогда было бы по-другому. Но на тот момент только так. И потом, когда уже дети захотели заниматься футболом, мы могли предложить им только вот этот Тимирязевец. Футбольный клуб был, во-первых, близко от дома. И вот туда они у меня ходили. Соответственно, и школу музыкальную, да. Вот они как раз вместе пошли в футбол и в музыкальную и одновременно закончили. Футболисты-баянисты. Мне прямо очень нравится эта семья. Вот, кстати, Лариса Владимировна только что сказала, мол, не было ни времени, ни возможности по полной программе заниматься младшими двойняшками. А я честно признаюсь, что поражена даже тому, что они успевали. Трое детей, родители и работают, и подрабатывают. Все это на фоне 90-х. А братья-погребники, пожалуйста, и в футболе, и в музыке. Браво, Лариса Владимировна. Кстати, вот как все начиналось в этой спортивно-творческой истории. Они у меня в детские шаги ходили. И как-то на новогодний, по-моему, праздник Коля, значит, играл на баяне. Ну, игрушечный, соответственно. И потом после праздника мне воспитательница говорит, обратите внимание, хороший слух у Коли. Про Кирилла вообще даже разговора не было. Ну, что-то так посмеялись, посмеялись и все. А потом решили вот показать ребят уже 7 лет где-то, когда уже в школу пошли. Надо же было чем-то заниматься. И они по футболу у меня ходили на стадион Тимирязевец. И мы их в музыкальную школу. А мне же нужно было водить, как они же двойняшки у меня. Я же не могу одного туда, другого туда. Кирилл очень хотел заниматься каратэ. Я ему говорю, если ты с Колей пойдешь в музыкальную просто на прослушивание, то потом пойдешь в каратэ. Когда пришли на прослушивание, я так умоляла, это в середине года было. Уже набрано были классы. Я говорю, пожалуйста, вы только прослушайте и скажите, что у них нет ни слуха, ни голоса. Прослушали, говорит, про Кирилла. Говорит, у них идеальный. В результате их взяли. Ну, вот они с отличием закончили у меня музыкальную школу. Шли годы, футбол становилось все больше. В музыке меньше. А над баянами вообще нависла угроза. Когда ребята поступили в музыкальную школу, нам предоставили один баян в аренду, а один баян мы купили бушный. Они молодцы, они занимались упорно так. Мне кажется, что им вначале очень нравилось. Очень хорошо играли. Они играли баха на баяне в два голоса. А потом уже, когда закончили музыкальную школу, указали, что мы эти баяны выкинем. Мы тогда жили на четвертом этаже. Но мы сохранили баян. Так, ну достаточно про баяны. Мне вот интересно, насколько слава старшего брата давила на младших погребников, когда они пробивали себе свои собственные футбольные тропы. Кирилл рассказывает. Не буду скрывать, давила. Давила опять в каком плане. Во-первых, была гордость у брата сильная. Всегда хотелось приехать на стадион, поболеть, посмотреть. Но именно когда уже сами в такой возраст вошли, там, знаете, 18 лет, приходилось ездить по командам, показывать себя, то брат тогда был на коне. Конечно, это немножко давило. Не буду скрывать. Допустим, там приезжаем на просмотр куда-то. И все вокруг говорят, там не просто, что да, человек какой-то приехал на просмотр, а именно приехали там братья-поведенника. Соответственно, к нам какое-то такое было, знаете, особое внимание. Пристально, конечно, чуть-чуть это давило. Это вообще неудивительно. Всегда к детям гениев и к родственникам знаменитости повышенное внимание. Тем более, когда они работают в одной сфере. Лариса Владимировна, мама троих сыновей, рассказывала, что, по ее мнению, Павел и Николай больше похожи характером на папу. А вот Кирилл на нее. При этом двойняшки, конечно, брали пример со старшего брата. Но от него же и получали. Это уже информация от Кирилла. Дрались, на самом деле, дрались очень много. Причем втроем, вместе. Ну, часто, знаете, была борьба за компьютер у нас. Был один компьютер на семью. Вот из-за этого часто такие возникали споры, чтобы он дал нам поиграть. У него сзади из-под тяжка подходили, били его, толкнем. Понятно, потом получали. Мама тоже не скрывает, что конфронтации случались. Павел на тренировки. Ребята приходят со школы. Но им же хочется в Пашину комнатку зайти. У них была у Паши комната, у нас спальня и у ребят комната. И поэтому они в Пашину комнатку, на письменный стол, ящички все вытаскивают, записочки все какие-то, что-то книжечки. Приходит Паша. Сразу видно, что кто-то лазил. Кто, что. И он не спрашивал. Коля, это Кирилл. Он прям подходил и в плечо их, вот своим кулаком. Я только, я говорю, Паша, ты что, они маленькие. Я говорю, нельзя. Так делать нельзя. А что, они лезут? Вот зачем тут? Да, это был такой период. Но это же не лупил. Ну так, немножко задело было. В общем и целом, нормальная атмосфера для воспитания мужчин, каждый из которых связал свою жизнь с футболом. Виктор Николаевич, папа троих сыновей, тоже находил оптимальные варианты воздействия на детей, когда замечал, что что-то идет не так в их жизни и карьере. С Кириллом был такой эпизод. Как-то отец приехал на мою игру с братом, и ему очень не понравилась моя игра. Но я действительно тогда, ну такое, знаете, безжелание как будто играл. И тогда это ему, в первую очередь, именно это не понравилось, что безжелание, не горят глаза. Когда у нас серьезный разговор стоялся по мне в машине, что он сказал, что если так все будет продолжаться, то из тебя ничего не выйдет. И таким желанием как бы успехов не добиваются. Так как это в голове у меня сейчас сидит, то явно этот разговор пошел на пользу. Само собой и с Павлом тоже разговоры были, особенно в самые знаковые, принципиальные и часто сложные моменты карьеры. Да, давай-ка вернемся к карьере Павла. После окончания «Спартаковской школы» он остался в клубе, сначала в резервной команде, а с 2002-го в составе основной команды. С одной стороны, все хорошо и логично. Мы же уже говорили, что с детства в жизни Паши было все пропитано «Спартаком», и любимым его футболистом в детские годы был знаменитый Игорь Шалимов, тоже игравший свое время за «Спартак». Кстати, говорят, что погребняк уже, правда, в «Зените» взял себе номер восемь, под которым играл Шалимов. Так вот, совсем молодой и перспективный погребняк в основной команде красно-белых. Но сказать, чтобы он там постоянно играл, чтобы ему давали развиваться, чтобы на него делали ставку, нельзя. Хотя я вполне допускаю, что мы не знаем каких-то нюансов, деталей, а маму этим мучить вроде как некорректно. В 2003 году «Спартак» отдал погребняка в аренду калининградской «Балочке». После этого была аренда подмосковных «Химках». Затем «Спартак» отдает его ярославский шинник. В общем, помотал футболиста на самом старте профессиональной карьеры. И получается, что Павел больше времени провел в аренде, чем играл непосредственно за «Спартак». Конечно, никто не обещал, что это будет легко, но чтобы все это принять, нужен характер. Об этом друг Павла Погребняка, еще по «Спартаковской школе» Михаил Пименов. Я пришел в «Спартак», и мы познакомились там с Павлом. Вместе играли, и потом все ближе-ближе общались друг с другом, да, и дружились очень хорошо. А потом уже Паша познакомил братьями с Кириллом и с Коляном. Во дворе играли в футбол, когда после тренировок. Он человек неконфликтный, скромный, но с огромным характером. Такой неуступчивый, никогда не любил проигрывать. Я помню историю, мы приезжали к нему, когда он был в Семите, в Петере играл. Приехали к нему в гости, и вечером выходили к нему во двор, играли в футбол. Там умудрялся уже проигрывать, умудрялся переспорить, доказать, что мы переигрывали, и в итоге он выиграл. Даже если уже два человека говорят, что все, проиграл, он докажет, что нет, что не проиграл. Человек, который никогда не любит проигрывать. Вообще, я не знаю ни одного спортсмена, который бы любил это дело. Это должна быть какая-то совершенно нестандартная личность в футболе. Надо поискать и сделать о нем программу. Но пока мы про Павла Погребника вместе с его мамой. Сейчас небольшой перерыв, но вы никуда не расходитесь. Скоро продолжим. Мама знает все на Авторадио. Лариса Владимировна, мама известнейшего футболиста Павла Погребника, сегодня в нашей программе. Мама знает все. Программа создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Ведущие Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. На вопрос, кто привил Пашу любовь к футболу, Лариса Владимировна однозначно отвечает отец Виктор Николаевич. Похоже, папа в сыне реализовал свою несбывшуюся мечту. Да. Притом реализовывать начал очень рано. Сын еще сидел в детской прогулочной коляске, толком еще не ходил, а папа уже подкидывал мячик Паше на голову, чтобы тот учился отбивать. Впрочем, пусть про главного энтузиаста футбола в семье, про Виктора Николаевича, рассказывает его супруга. Он очень любит футбол, и не было просто возможности мужу заниматься футболом, и поэтому, наверное, всю свою вот эту вот любовь к футболу он отдавал Паше. Он приходил с работы. Они брали мяч, и благо мы жили прямо около Сокольников, они переходили через туннели в парк. И вот в год у нас Паша играл головой уже очень хорошо. Ну, для своего уровня, конечно, да. В год еще ходить-то у нас особо не умело, а уже ногой мяч пенал. Это заслуга по целикому полностью, прям 100% мужа. Попозже, там, в 4 года, там, в 5, потом, когда Паша уже ходил на тренировки, вот выходные, они собирали во дворе команду. Соответственно, муж Паша, и еще, может быть, возьмут себе какого-нибудь мальчика. А остальные, значит, вот кто там во дворах. И вот они постоянно так вот играли. И доигрался до профессионального футбола. Мы, отслеживая карьеру Павла, остановились на том, что на определенном этапе все более логичным представлялся его уход из московского «Спартака». И это случилось. В 2006 году Павел Погребняк уезжает в Томск, где начинает выступать за футбольный клуб «Томи». Вспоминает советский российский футболист, мастер спорта СССР международного класса, тренер, который возглавлял в 2006 команду «Томь» Валерий Юрьевич Петраков. Павел был тогда еще совсем молодым игроком. Павел был во многих клубах в аренде. И лично я его увидел по игре с «Балтикой». И мне он очень понравился. Хотя я знал, что он принадлежит «Спартаку». Когда сезон закончился, мы, к сожалению, тогда не решили вопрос по выходу выше дивизион. Как раз мы сыграли в ничью. И вот он меня заинтересовал. И уже мы, когда было трансферное окно, обратились в руководство «Спартака» по приобретению Павла с какой-то пролонгацией, допустим, в аренду или выкуп. Ну, они нам ответили то, что аренды никакой не будет, если хотите, выкупайте. И вот так он оказался в томи. Хотя, считаю, по тем временам деньги были достаточно приличные. За молодого игрока, который только играл в большей степени по первой лиге, был в аренде. Но они такие условия поставили. И я с руководством связался. Томскнефть и Шенкевич, у нас был тогда руководитель. И он одобрил эту покупку. Вот так, таким образом, Паша оказался у нас. Но он мне очень нравился, импонировал своей игрой. Такой достаточно астерный нападающий. Хорошо физически сложен. Хорошая левая нога, удар хороший. Ну, то есть были все требования, которые отвечали, чтобы он вырос с хорошего нападающего. Тем не менее, при всех своих данных, Погребняк испытывал то ли какой-то комплекс, то ли ему просто не везло. В общем, мячи от него в ворота не летели. Помог Валерий Петраков. Я всегда говорю, нападающие, они люди зависимые. И когда Паша к нам приехал, он приехал к нам на сборы. Мы были в Турции. Мы уже играли в высшей лиге. Готовились. Был такой небольшой дискомфорт, когда не мог он забить. Вроде бы он играл здорово. Очень много помогал команде. Но в большей степени так вот ему не везло с забитыми мячами. И вы знаете, дальше я вам скажу в продолжении. Чемпионат начался. И, наверное, Туров 7-8. Он также не мог забить. Ко мне, я помню, подошел. Говорит, Юрьевич, он так и так. Вот он мне так не идет. Не знаю, что делать. Ну, мы с ним поговорили. Я его успокоил. Потому что ты мне нужен. И то, что ты привнесешь в пользу команде. Забивают другие. Ты зарабатываешь пенальти. Забивают голы с твоих передач. Это тоже весомый вклад в команде. Он так успокоился. И потом вот у него, как говорят, пошло, прорвало. Наверное, решающей игрой. Это когда Дик Адвокат его увидел в Томске. Когда мы играли. Когда мы с ними сыграли с «Зенитом 2-2». И когда вот Пашка забил там красивейший мяч. Я знаю по информации там ребят. То, что он сказал, чтобы вот этот ревняк был на следующий год у него в команде. Он ему очень понравился. Сразу Паша получил предложение. Но я знаю, что у него не одно предложение было. Я знаю, что его хотел вернуть в «Спартак». Но когда мы с ним разговаривали, он сказал, что «Спартак» однозначно нет. Было приглашение в «Киевское Динамо». И было приглашение в «Зенит». Мы посидели, подумали. Я дал свой вариант. Если ты хочешь играть в сборной, тебе надо быть на ветру. Тебе надо быть в российской команде. Если у тебя «Спартак» отпадает, то, наверное, тебе нужно брать условия «Зенита». Ну, таким образом Паша оказался в «Зените». Добрались мы до одной из главных точек – до «Зенита». В этом клубе Павел играл с 2007 по 2009 годы. И тогда, при непосредственном участии «Погребняка» с его 11-ю голами, питерская команда стала чемпионом страны. В следующем году «Погребняк» в составе «Зенита» стал обладателем Суперкубка России, а потом обладателем Кубка УЕФА. Кстати, на этом турнире он был признан лучшим бомбардиром. А в матче за Суперкубок УЕФА «Погребняк» забил один из двух голов ворота «Манчестер Юнайтед», и питерцы победили. В общем, прорвало наконец-то парня. Расквиталось, как говорится, за все прошлые неудачи. Он стал одним из лидеров команды. Можно только представить, как радовались в этот момент родители Павла. А он еще и приумножал эту радость тем, что помимо футбольных трофеев, подаривал родителей, в частности маму, приятнейшими подарками. Павел мне подарил мишку, меховую игрушку. До сих пор у меня сейчас, если я не ошибаюсь, наверное, на 45, скорее всего, лет. А, Паша еще знаете, подождите. Самая первая была машина у меня. Он мне машину подарил. Тогда помню, троен С4. Да, это была... Да-да-да. Первая машина. Нет, все-таки первый мишка был, а потом машина. Потом уже другая машина, потом третья машина. Все-таки сначала игрушка, а потом машинка. Ох, это женская забывчивость, знаете ли. Но на самом деле Лариса Владимировна призналась, что, конечно, Павел очень любящий человек и очень благодарный сын. Он сначала очень аккуратно выведывал у нее информацию, какие машины ей нравятся. А в день рождения позвонил маме и попросил выйти на балкон. Она выходит, а там он на новой машине. Мама, конечно, кричала прямо с балкона, как она сильно любит сына, и плакала. Как ты милая. Обожаю такие эпизоды. Это красиво. Ну, а что касается футбола, то там, конечно, для погребника началась немецкая красота. После яркого выступления на Кубке и Суперкубке Уэфа его не могли не заметить. Павел в 2009 году перешел в немецкий Штутгарт. Ну, мы не будем погружаться в тонкости работы погребника в Германии. Там, кстати, было много успешных моментов. Мне вот интересны какие-то бытовые подробности. Павел рассказывал, что когда он приехал в Штутгарт, поначалу не понял, куда его поселили, что это за здание. Оказалось, это пекарня, причем которая работает с 12 ночи до 6 утра. Просто на тот момент немецкий язык был не самой сильной стороной погребника. Может, ему даже что-то объясняли, что за ритуал такой селить новичков в столь экзотичных местах, но он не понял. И первый Новый год в Германии встретил в пекарне на последнем этаже с видом на весь Штутгарт, а потом уже переехал. Я все-таки отмечу некоторые, как ты сказала, успешные моменты в немецком Штутгарте. Ну, хотя бы один. Например, вот в матче против Баруси Погребняк отличился хэт-триком. Три гола сразу. Мы не успеем про все голы Погребняка поговорить. Можем только так, голопом по Европам, в буквальном смысле слова. Потому что затем Погребняк был арендован английским клубом Фулхом, и там даже стал лучшим дебютантом английской премьер-лиги среди российских футболистов. И там тоже хит-трики выдавал. А потом еще в одном английском клубе играл рейдинг. А потом вернулся домой в Россию и начался не самый удачный этап в карьере Погребняка. Он играл в Динамо Москва, выступал за Тосна из Ленинградской области, за Урал из Екатеринбурга. Ну, я предлагаю на этом прерваться. Продолжить после паузы и в основном в позитивном ключе. Тем более и маме Павла Погребняка еще есть что сказать. Мама знает все. А сейчас сюрприз. В программе «Мама знает все» выступает группа «Дискотек-авария». Павлу Погребняку посвящается. Кстати, ребята из «Дискотеки-аварии» два Алексея Серов и Рыжов с огромным удовольствием согласились сказать пару слов о Погребняке. Они и сами болельщики со стажем, и играют на любительском уровне. Как говорят дикторы футбольных матчей, он столб, скажем так, в правильном месте должен быть поставить ногу или голову. Вот это его основная задача. Серьезный, как бы, игрок. Стал таким отличным форвардом и стал героем. Одним из героев песней «Дискотеки-авария» «Россия победит» там такие слова. А там на крайнях замыкает по Гребняк. Это когда мы в 2012 году желали нашей сборной успеха на Евро. Паша, мы тебя любим, верим, молодец. Эта программа «Мама знает все». Программа подготовлена по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Мы возвращаемся в интимную атмосферу. Мама Павла, Лариса Владимировна, как мы уже выяснили по ходу программы, при наличии трех своих детей все время работала. Еще раз напомню, это 90-е, все выкручивались как могли. В общем, Лариса Владимировна ушла в другую семью. Я тогда работала няней в семье, в очень хорошей семье, и я привозила им, мы ездили тогда за границу, я им привозила такие машинки, которые можно было раскручивать. Да, я вот, понимаете, чтобы спасать свою семью, я работала в другой семье няней. А потом уже, когда Павел достиг своего уровня, и когда у него родился, но уже должен был родиться сын, мне сказал, говорит, мам, ты не можешь нам помогать уйти с работы. Но, соответственно, здесь даже и вариантов никаких не было, я сразу согласилась, потому что вот так. Да, слушай, как же это непросто. Свои дети еще маленькие, а ты вынуждена ради них уходить к другим. Ну и Лариса Владимировна до сих пор по этому поводу переживает. Я бы, наверное, больше бы внимания уделяла бы детям, потому что до сих пор меня это гложет, что я не читала им сказки на ночь, что мало времени проводила. Вот это да. Это бы я бы исправила. Ну, что было, то было. Поэтому мы сейчас на внуках, знаете, отрываемся. Что даже дети говорят, ну хватит, хватит мне не сесекаться, они уже большие, что-то все с ними так. А вот правильно говорят, любовь к внукам это несравнимое. Мало с чем также может сравниться тревога мам-спортсменов о здоровье своих детей, которые, увы, часто страдают от травм. И тут, конечно, в семье Погоребняков, к сожалению, большая история. Ой, да вы знаете, у меня и у Павла были какие операции. Ну, с Павлом это Евро 2008 год. Это было что-то, да. Мы, когда мы приехали в Австрию на это Евро, когда мы были сто процентов уверены, что будет человек играть, и вот с это, ну, страшно было смотреть на него, как он это переживал. Потом вот эта вот операция. Я же говорю, что правда, вот это хоть шутка, ну, я все седаю, краситься не успеваю. За Кирилла, за Кирилла, это когда у него травма. У Кирилла и в детстве у него была травма, тогда в Тимирязевце он играл тоже, какой ноги, не скажу, но был сложный тоже перелом. Его муж носил, гипс у него такой приличный довольно-таки. Вот. Муж его носил, что там, до кровати, до кухни, ему нельзя было наступать на ногу. Потом уже в зрелом возрасте, когда вот у него была травма тоже ноги и ключицы. Ой, я не знаю, вы знаете, с одной стороны, я очень люблю футбол, да, я люблю спорт. Но когда, вот даже сейчас, когда я смотрю, когда происходят вот эти столкновения, вот эти травмы, ну, не знаю, наверное, наверное, я бы сейчас, может быть, даже не хотела, чтобы дети мои занимались футболом. Ну, это я так, конечно, конечно, может быть, хотела, но это ужасно. Это такие нервы надо иметь. Это с Валерьянкой просто. Да какой с Валерьянкой? Может быть, еще с чем-нибудь? Да, действительно, именно из-за серьезной травмы Павел Погребняк не смог принять участие в знаковом для национальной сборной чемпионате Европы в 2008 году, хотя в состав сборной тогда включался регулярно, несколько лет подряд. Это был, конечно, серьезный удар, но, тем не менее, например, тренер Погребняка еще по спартаковской школе считает, что Павел своих целей в футболе достиг. Я считаю, что вот Пашка все-таки он такой достаточно целеустремленный человек, серьезный, да, вот он себе цель поставил играть на таком уровне очень серьезном. Он ее добился, а Спартак это Зенит или Гамбург это тоже другой вопрос. Главное, он там играл, и вершина, как всегда, это сборная России, да, цель была достигнута. Да и мама до сих пор вспоминает с особым чувством именно эпизод, связанный со сборной. Я сама люблю, знаете, проходят сейчас какие-то игры, вот там Кирилл играет, да, вот наши парни, Павел играет, и это такая ностальгия, ой, вы не представляете, а когда я смотрю чемпионат мира, вот эти стадионы в Европе, и думаю, ой, прям мурашки потело. Я бы с удовольствием бы сейчас снова бы ходила, если бы кто-то вот из внуков бы начал заниматься футболом. Я могу кричать, ты что делаешь, почему ты пас не отдал, там еще что-то могу, да, а мне, знаете, футбол, например, смотрим, я начинаю возмущаться, а мне, например, Коля или Кирилл, мама, ты что, они все правильно, куда он отдастся? Я говорю, я не знаю, куда он должен был сюда отдать, ну, то есть, да, да, я такая, похлопать, потопать, да, могу, шарфом помахать, встать, а так, чтобы кричалки нет, не кричу. Павел Погребняк летом 22 года объявил о завершении профессиональной карьеры, правда, потом сам же себя проверк. Ну, мне кажется, он продолжит играть, а мама все так же будет любить эту игру. Вот так четверо любимых мужчин Ларисы Погребняк, муж и трое сыновей, навсегда любили женщину в футбол. Есть ощущение, что все-таки старший сын, Павел Погребняк, сыграл в этом главную роль. Мы прощаемся ненадолго. Переслушать все выпуски программы «Мама знает все» можно на подкаст-платформах Яндекс.Подкаст, Гугл.Подкаст, Apple Podcast ВКонтакте, а также на сайте Российского футбольного союза и Авторадио. Спасибо всем участникам программы. Огромная благодарность в первую очередь маме Павла Погребняка, Ларисе Владимировне. Ну и до новых встреч в эфире. С вами были Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Наши парни возвращаются в детство, а помогают им в этом самые близкие и важные в жизни люди. Мама знает все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова